Субтитры сделал DimaTorzok Основываясь на своем опыте, а я сейчас не читаю данные разведки, могу сказать, что это также прямо из российской методички. Их цель не просто опозорить Соединенные Штаты. Их цель разделить нас, сделать так, чтобы мы вступили в борьбу друг с другом. Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме. Субтитры сделал DimaTorzok Через интернет-тролли, через подставные бота-фермы, через социальные сети. Она сказала, что это уже отработанные методиччики, отработанные методы российских спецслужб. Казахстанцам эта новость, она довольно интересна, потому что у всех у нас в памяти свежи кардайские погромы, кардайские межэтнические конфликты между казахами и дунганами. Каждый казахстанец знает, что этот конфликт разгорелся в первую очередь именно из-за действия социальных сетей, социальных мессенджеров. И как сказала эта американская гражданка Susan Rice, методичка эта давно отработанная на самом деле, многие об этом знают. Да, наше казахстанское руководство, конечно, не такое крутое, как американское. Наши казахстанские чиновники не могут делать такие громкие заявления в сторону России. Наш президент сказал, что эти настроения в социальных сетях подогревали криминальные структуры. Ну вот теперь после слов американского советника мы теперь знаем, что это за криминальные структуры. Криминальная структура под названием Кооператив Озеро. Пожелаем американцам успехов в борьбе с действиями этого криминального объединения под названием Кооператив Озеро. Конечно же, конечно же, американцам сложнее. Их не 19 миллионов в стране, их больше 300 миллионов проживает. И свободное ношение оружия у них в стране разрешено. Но я думаю, они справятся. Кстати, среди моих слушателей-подписчиков, я знаю, есть немало сторонников свободного ношения и приобретения огнестрельного оружия на территории Казахстана. Многие думают, что это поможет построить светлое демократическое государство. Вот сегодня я хотел бы обратить их особое внимание на ситуацию в США. И еще раз подумать на эту тему. Все-таки, имея такого соседа, как Кремль, как Россия, зная теперь и понимая, как работают эти бота-фермы, эти искусственно созданные общественные мнения в соцсетях. Я думаю, что этим людям стоит задуматься над этим вопросом еще раз. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч.